Министерство экономики Республики Татарстан совместно с Фабрикой предпринимательства, Казанским федеральным университетом, при участии студенческого телеканала «Универсмотри» презентуют новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, дорогие друзья! Это 10 выпуск реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и я ее ведущий Григорий Важов. Вот уже на протяжении 10 недель команды ведут отчаянную борьбу за главный приз – 1 миллион рублей. Борьба, ожесточенная не только между командами, но и между наставниками реалити-шоу. Кому же достанется главный приз? Кто из наставников способен привести свою команду к победе? Ответы на эти вопросы узнаем совсем скоро. Неделя для команд и наставников оказалась весьма насыщена. Как справились с заданиями наставников команды, увидим чуть позже. А сейчас я напомню, дорогие телезрители, с чего все начиналось. Итак, из 859 человек, пришедших на отборочные туры реалити-шоу «Фабрика предпринимательства», осталось 135 человек, которые образовали 27 команд. Из 27 команд после нескольких этапов отбора осталось 10 команд по 5 человек в каждой. Именно 10 команд вступили в борьбу за главный приз – 1 миллион рублей. Команды обрели своих наставников, а наставники – свои команды. Команда «Ход конем» выбыла из проекта, а вместо нее команда «Рест консул» продолжила борьбу за главный приз. Одним из главных событий в реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» был уход одного из наставников. Из-за споров между наставниками и экспертами Артем Захаров покинул зал. Было под вопросом дальнейшее участие его на «Фабрике предпринимательства» как в качестве наставника команды «Шарк», так и члена жюри. Но через неделю Артем Захаров в прекрасном расположении духа пришел на «Фабрику предпринимательства» и продолжил свою работу. На протяжении вот уже 10 недель команды под чутким руководством своих наставников идут семимильными шагами к главному призу реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» одному миллиону рублей. Путь к миллиону, как говорится, тернист и нелегок. Но команды это не останавливало, и за дня в день бюджет команд пополнялся кромно заработанными деньгами. Все это было в прошлых выпусках реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Ну а сейчас я вам хочу напомнить о наставниках команд. Итак. Артем Кагданин. Соучредитель и директор компании «Лидел». Айдар Исмогилов. Основатель сети «Автомоек Мой-Дадыры». Совладелец станции шиномонтажа «Пятое колесо». Артем Захаров. Основатель компании «Франчайзинг-5» и президент мастер-группы сообщества «Бизнес-молодость» в Казани. Марат Бугудинов. Совладелец сети «Вок энд Гоу». Сергей Шубин. Совладелец компании «Автолига». Альбина Ибрагимова. Владелец компании «Айстур». Андрей Курамшин. Совладелец веб-студии «Рефакт» и правового центра «Гудэксперт». Рафаэль Займуддинов. Руководитель представительства агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном округе и совладелец Камского завода «Металлокровля». Лариса Парфенова. Заместитель руководителя Центра реализации программ поддержки развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан. Артур Николаев. Заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Айдар Булатов. Доктор экономических наук. Председатель совета директоров группы компаний «Булатов Групп». Ну что ж, дорогие друзья, дождались. На реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» появилось несколько команд-лидеров. И все они готовы немножко рассказать о себе и своем собственном бизнесе. Смотрим. Команда All in All. Победить пришел. Мы команда All in All. В нашей команде Алина, Элина и Эльмир. Мы так яро хотели стать предпринимателями. Постарались попасть на проект. Старались попасть на проект. И попали. Мы, собственно, обрабатываем фотографии, снимаем, обрабатываем, распечатываем. Мы так желали стать бизнесменами, что стали браться за сферы, в которых не имели компетенции, а просто считали их очень перспективными. Спасибо нашим наставникам, что направлены наши хаотичные мысли в правильное русло. И мы смогли достичь нашей мечты. Если это дело по-настоящему твое, то в нем нетрудно прогрессировать и быстро расти. Что мы и сделали. И теперь мы, благодаря фабрике предпринимательства и нашим наставникам, открыли уже две точки моментальных фотографий в памятных местах Казани. И продолжаем расти каждый день. Мы команда 4 плюс 1. Мы железно победим! Привет! Мы выпускники фабрики предпринимательства. Команда 4 плюс 1. Рамина, Егор, Андрей, Никита и Антон. Мы обычные студенты КФУ, решившиеся изменить свою жизнь и открыть свое дело. Каждый из нас амбициозен и креативен. И у каждого были десятки бизнес-идей. Но на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» наставники открыли нам глаза на наши гениальные идеи. Перебирая разнообразные ниши, мы остановились на последничестве указания услуг по бурению скважин. Первый же заказ обернулся неприятностью и столкнул нас с суровой реальностью. Не все бригады ведут себя добросовестно. Но раз за разом мы учились на собственных ошибках. И в первой же неделе на реалити-шоу мы выбились в лидеры. Благодаря нашему наставнику мы не остановились и нашли для себя еще одну нишу в бизнесе. Это строительство забора. В настоящее время у нас своя строительная компания ООО «Татбурстрой». На проекте мы поняли, что любой опыт полезен и никогда нельзя опускать руки. Теперь у нас в планах и дальше развиваться в этой сфере, осваивая все новые виды деятельности. Это сделали мы, значит сможете сделать и вы. Команда «Абитцентр»! Невозможное! Возможно! Привет! Мы выпускники реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Наши команды – Эльмира, Рустам, Лиля, Марат и Ралина. Придя на проект, мы были ребятами с множеством различных идей и компетенций. У каждого из нас раньше был свой бизнес, но мы не смогли их масштабировать. Одну за другой мы начали перебирать свои идеи. Нас кидало из стороны в сторону, от мойки окон до организации свиданий. Но эти идеи не приносили результата, и именно в этот момент наши наставники были с нами. Они объяснили нам, что идея должна нас зажигать, и в этой сфере обязательно должны быть компетенции. И мы занялись косметологией. В этой нише у нас был собственный опыт работы, и это действительно приносило нам радость. А также первые успехи на проекте. Поначалу мы сами занимались оказанием услуг, а сейчас у нас есть штат высококвалифицированных специалистов. Теперь мы планируем организовать передвижной центр эстетической красоты с использованием новых уникальных технологий. На сегодняшний день, благодаря проекту и нашим наставникам, мы открыли свой собственный бизнес. И поняли, что только идея, которая по-настоящему зажигает, может сплотить команду и привести ее к успеху. Команда А. Всегда первые. Всем привет. Это команда А. Я Ренат, это Андрей и Арсен. Благодаря фабрике предпринимательства и личной помощи нашего наставника, мы смогли реализовать нашу давнюю мечту – это построить квест нового формата. И нам это удалось. Нас вовремя направляли, когда мы отклонялись от правильного курса, подсказывали и помогали в сложных моментах. У нас очень нестандартный проект для нашего реалити-шоу, но благодаря правильной подаче и позиционированию, мы получили прибыль еще до того, как открыли квест. Люди в нас поверили, и мы их не подвели. Время, проведенное на проекте, дало нам очень многое. Директор нашего мышления поменялся. Теперь мы стараемся думать более глобально. Сейчас мы уже грезим о следующем квесте. Еще более грандиозном, а также планируем развивать сеть под общим брендом ProQuest. Надеюсь, мы будем достойными тех людей, которые делились с нами своими знаниями и временем. Для меня стало искренним удивлением то, что жюри оценивает потенциал, который может дать этот проект. И оценивает то, что проект действительно немножко другой по формату, и поэтому он более затяжной. И отошли от стандартных принципов принятия решения, и выбрали команду А, все-таки оценив ее именно потенциал. Потому что на самом деле при оценке любого бизнеса важно оценивать не только прибыль на данный момент, но и тот потенциал прибыли, который может дать этот бизнес с посещением некоторого времени. Ну а мы продолжаем. Итак, на этой неделе команды должны были сделать следующее домашнее задание. Во-первых, принести маркетинг-кит в распечатанном виде на плотной цветной бумаге, и все результаты своих достижений вложить в еженедельную презентацию отчет. И вот, на фоне домашнего задания, сегодня на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» вновь конфликт миров. Команда «Five Energy» отказалась выполнять домашнее задание, и это уже, кстати сказать, не первый случай, когда команды просто игнорируют домашнее задание наставников. И как тут не вспомнить Артема Захарова, который предлагал самые жесткие меры. Достучался ли до сердец наставников Артем Захаров, и продолжит ли свое участие в реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» команда «Five Energy»? Смотрим прямо сейчас. Мы перед тем, как начать делать, начали изучать, как лучше нам преподнести наш маркетинг-кит. А в итоге наткнулись на то, что для нашего бизнеса вообще маркетинг-кит, он вообще получается необходим, не нужен. То есть мало того, что нам и показать там как бы один продукт не получается. То есть одностраничный маркетинг-кит – это какой-то несерьезный такой маркетинг-кит. И еще клиенту давать, мне кажется, второй-третий клиент у нас просто унесет этот маркетинг-кит куда-нибудь, и потратит очень много времени на то, чтобы… Ты понимаешь, что вот это выступление убивает сейчас не только твою оценку, но и твое присутствие в высшей лиге реалити-шоу «Фабрика предпринимательства»? Я понимаю, поэтому я пытаюсь объяснить, с чем это связано. Ну, во-первых, я думаю, мы сейчас проголосуем по поводу там отправить вас на недельку в низшую лигу. Вот, и вы там как раз подумаете, зачем вам нужен маркетинг-кит. А зачем вам он нужен, да? Это как раз для того, чтобы вести переговоры с потенциальными арендодателями. Ну, я чувствую, у вас началось самолюбование, вот, а самолюбование и там и гордыня в бизнесе приводит к бедности. Вот, поэтому от меня вам сегодня будет жирный кол, во-первых, да, там за двухчасовую рабочую неделю, да. Да, я думаю, вы еще не заслужили двухчасовой рабочей недели, да. Очевидное неисполнение домашнего задания, вот, и, ну, в этих случаях мы обычно там команды отправляем на неделю в первый дивизион, как говорится. То есть ребята как раз там, ну, я думаю, как раз там их результаты поднимутся, они подумают, и для них это будет правильным звоночком. Вы здесь учитесь, сейчас вас учат, как бы Андрей пришел, потратил время на вас. С вашей командой мы ведь уже не первый раз сталкиваемся с такой ситуацией. То есть, получается, уроки бизнеса вы тоже не усваиваете. В прошлый раз вроде как прокатило, да, Артема все там заклевали, но вот в этот раз я, например, тоже буду уже однозначно против выступать. Нет, мы изучали, мы хотели сделать, но вот изучив пришли к тому, что... Ну, хотели и сделали в бизнесе, это пропасть вот между хотели и сделали, поэтому я тоже буду голосовать против. Вы знаете, у вас самое интересное и легкое в плане получения быстрых денег ниша, и у вас есть готовый продукт, который вы можете продавать. Я удивляюсь, была жара, на пляжах столько народу было, можно было их продавать просто тоннами. Так скажем, на прошлой нашей съемке что обещали? Что соберетесь? И в этой неделе покажется результат. Где результат? Настоящий успех – это умение слушать и слышать. И по вашей команде я вот почему-то помню, как я говорил точно, что вам нужно сойти с пьедестала и пойти. То есть это не было услышано, мне кажется, однозначно. И вот сейчас, что говорят коллеги, это точно такие же выводы. Есть еще кто забьет последний гвоздь в крышечку команды? Я думаю, надо объявлять голосование. Кто за то, чтобы отправить команду в первый дивизион? Ну, добьем их высокими оценками. Ну что ж, большинством голосов команда 5 Energy наставника Марата Багудинова получила по заслугам. Минус 10 тысяч рублей, перевод в низший дивизион и отстранение от выполнения следующего домашнего задания. Потеря денег в финальной части проекта может дорого обойтись для команды 5 Energy. Хотелось бы напомнить, дорогие друзья, что победителем реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» будет та команда, которая своим собственным бизнес-проектом заработает больше всего денег. Стыдно? Стыдно очень. Ну, мы поняли, что надо больше работать, конечно. Ну, все наши недостатки, они как бы видны, и не только окружающие, но и нам тоже мы это видим. Мы будем с ними бороться, естественно, и стараться, чтобы впредь такого больше не повторялось. Команда «Золотая Орда» с нами к победе! На сегодняшней неделе у нас была хорошая одна заявка. Мы выехали к заказчице, посчитали, все там измерили. В итоге построили и эскиз этого проекта. Отправили, но была большая ошибка, к большому сожалению. Мы отправили все ей на почту, которую она попросила. Это, оказывается, была грубая ошибка. И после этого мы уже никак не можем с ней связаться. Она вот получила полностью наши эскизы работ, получила полностью смету, и после этого как бы не выходит. Но зато это большой опыт для нас, и таких ошибок мы больше не будем делать. Мне кажется, это хорошо. Но плохо то, что упустили момент. Сам процесс работы вот над сайтом и над директом. И, наверное, стоит остановиться теперь на воронке. На воронке у нас огромное количество показов на этой неделе. Наверное, это все связано с тем, что огромное количество ключевых запросов, порядка почти 5000, у нас на сегодняшний день работает. Но это еще не предел, так как еще можно и 50 сделать. Но для этого нужно очень много времени затратить. Вот заявок. И вот как раз та заявка, на которую мы выезжали и выставили ей счет. На следующем слайде можно увидеть общую и, наверное, сравнить. Хочу отметить, что, на самом деле, с таким некрасивым поведением заказчика сталкиваемся мы часто. Особенно те, кто занимается дизайном, маршатным дизайном. Я общаюсь с несколькими дизайнерами. У них это распространенная практика, когда они что-то делают, и заказчик пропадает. То есть он получает какой-то процент работы. Поэтому, если правильно оформлять свои взаимоотношения и появляться лично, по крайней мере, в лицо отказать будет гораздо сложнее. Вы знаете, где эта площадка находится? Вы же на ней были, уже обмеряли ее. Ну, не знаю. Там, конечно, ловить человека, наверное, сложно, но попытаться все-таки можно. То есть подъехать, посмотреть. Понятно, там может быть злая собака какая-нибудь, да, или консьерж, который будет вас палками отгонять. Но все равно это надо работу, наверное, выполнить до конца. По крайней мере, закрыть, перевернуть лист, или же уже на нем остановиться, или продолжать работать. Не знаю. Но попробовать можно. Ну, а так, молодцы. Работа действительно большая. Ну, я считаю, что в любом деле легче всего понять, что и как, смотря на результат. И ваша команда, и любая другая команда должна на это делать упор. Поэтому вы сами можете увидеть свой результат, можете увидеть его место среди общих результатов. И я думаю, что вот эту оценку вам надо существенно повышать. Единственное, что увидел, у вас плохие объявления, потому что у вас CTR низкий. То есть кликабельность ваших объявлений низкая. У вас где-то 0,3%, 0,3%. Должно быть где-то 1,2-1,5%. То есть переработаете, и у вас там процент заявок сразу увеличится в 2-3 раза. Ну, в раза 3 вы по количеству заявок увеличитесь. Поблагодарим команду «Золотая рда» и прошу наших экспертов оценить работу команды за неделю. И вот замечательный кит, который они принесли. Можете с ним ознакомиться. Да, начались, значит, два, 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 четыре, три. Спасибо, спасибо огромное. Рест-консул, расширяя границы. Все наши заказчики, с которыми мы заключили договора на прошлой неделе, перенесли весь учебный наш процесс с тем, что республика... Республика Татарстан совместно с Линией Вкуса и Центром Туризма в Корстане и в Казани-Арене проводили обучение со специалистами из Москвы по гостеприимству бесплатной. И всю эту неделю все рестораны и управленцы были там. Мы пошли туда тоже. Там, во-первых, наша целевая аудитория. Там мы договорились о двух мастер-классах на следующей неделе. Также это специалист из Москвы Дмитрий Левицкий, генеральный директор Хурма Групп. Мы с ним обменялись контактами и договорились о том, чтобы он нам дал рецензию на наш продукт. То есть стоящий он, стоящий с точки зрения специалистов. На следующей неделе у нас будет пять встреч и семь мастер-классов. Вот из них три как раз-таки из... Перенос из-за бесплатного мастер-класса. Да-да-да, из этого мероприятия. Да, вот это один из наших новых клиентов. У нас новое направление. Клиент попросил поменять полностью всю кухню. Ему не нравится его старое меню. И поэтому вот мы отправляем повара в понедельник. И в понедельник будут обсуждать весь процесс работы, весь объем работы. И тогда мы будем определяться уже по цене. Это ресторан отеля «Новинка». Это ресторан отеля «Новинка». Ну и также в пятницу мы готовим официальное открытие для «Вок-н-го» на «Мамлютову-45». Ну, пока говорить не будем, что мы готовим, иначе будет неинтересно. Но вас всех приглашаем. Очень много разных направлений в рамках ресторанной деятельности. Даже вот сегодняшний ваш отчет, то, что просит поставить кухню, это еще один из сигналов, что спектр услуг в сфере консалтинга может быть огромный. Огромный. Надо точнее подойти именно к определению тех или иных продуктов. Правильно то, что вы можете слышать заказчиков. У вас внутри вашей команды есть все компетенции, да, то есть и кухня есть, и сервис есть, и маркетинг есть. Это большой плюс. Какой минус? Вы были на мероприятии, я тоже там был, там было порядка 300 человек, и вы только с двумя о чем-то договорились. С тремя. Это очень маленький показатель. Если туда люди приходят, значит, их что-то волнует. На самом деле я не эксперт ресторана бизнеса, но я сталкивался с услугами консалтинговых компаний. У всех российских консалтинговых компаний одна и та же проблема. Крайне бесполезность. Вот честно скажу, да? Я как пользователь, как клиент могу сказать, что большинство компаний, которые ко мне приходят, а приходят ко мне, ну я общаюсь с большим количеством компаний и довольно крупных консалтинговых, и основная проблема – их бесполезность. И самое интересное, что когда они к тебе приходят, предлагают свои услуги, они никак не могут доказать тем, что они как-то увеличат мои доходы, мою прибыль. А для ваших клиентов это основная задача, да? И мало того, у вас нет портфолио, это, конечно, тяжеловато так работать без такого хорошего портфолио. Поэтому сейчас на этом этапе у вас есть основной козырь. То есть вы можете посмотреть все ошибки, которые совершают консалтинговые компании, которые сейчас есть. Это расстание нормальных консалтинговых компаний по пальцам одной руки перечитать. И то безруковый человек. Поэтому вы можете посмотреть ваших конкурентов ближайших. Слава богу, на этом рынке конкуренция не такая большая, а спрос очень большой. И устранив вот эти вот нюансы, вы можете действительно абстрагироваться от всех ваших, скажем так, неудачливых конкурентов. Уважаемые жюри, прошу оценить работу компании Рестконсул на основе проделанной работы, которая отражена у нас в виде цифр в нашей итоговой сводной таблице и на основе услышанной презентации и выполненного задания. 3, 2, 3, 2, 4, 4, 3. Вот такие оценки вашей работы. Мы благодарим, спасибо огромное команду Рестконсул за выступление. Спасибо. С каждым разом наставники реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» задают все более сложные и интересные задания. Вот и на этот раз задание было многоуровневым и поэтапным. Нужно было за 3 минуты написать как можно больше рекламных площадок, на которых можно размещаться. Самыми лучшими в этой дисциплине стали команда «А», «Олэнол», «Амбицентр», команда «Носорог». Далее путем вытягивания жребия команды выбрали себе соперника для следующего этапа. Следующий этап звучал так. Написать и обыграть скрипт на холодную встречу. Из 10 команд после этого осталось всего 5. На этом этапе победили команды. Команда «А», «Коллектив начинающих предпринимателей», «Амбицентр», «Носорог», «Рестконсул». Все команды побывали в роли покупателя товара и на себе смогли оценить то, как надо продавать, и то, как продавать не надо. Следующий этап – работа с возражениями. Нужно было за одну минуту продать суперручку за 10 тысяч рублей Андрею Курамшину. Нам все очень понравилось. Было очень много положительных эмоций, было получено очень много опыта, именно практического. И выработало большое количество адреналина. То есть, в спорте бьется, если честно. Но нам, в принципе, задания очень понравились. Из 5 команд выбрали 2, которые сделали это лучше всего. Ими оказались команда «Носорог» и «Амбицентр». Ну и последний этап – встреча с инвестором. Нужно было презентовать свой проект перед инвестором. Обе команды выполнили задания на одинаково высоком уровне. Хорошо прошли те, у кого все в порядке с бизнесом, у кого все в порядке с их предпринимательской деятельностью. И как раз не прошли те ребята, которые, те команды, которые безответственно подходят как к собственному делу, так и к выполнению заданий на более ранних стадиях. Итак, подведем итоги. У команды «Носорог» наставника Ларисы Парфеновой была хорошая воронка продаж, благодаря чему они и выиграли у команды «Амбицентр» наставника Айдара Исмогилова. Таким образом, команда «Носорог» и команда «Амбицентр» получают по 20 тысяч рублей к итоговой общей выручке. К слову сказать, на прошлой неделе эти команды плохо справились с домашним заданием. Ну что ж, наставники не хотят быть аутсайдерами реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и это прекрасный стимул главному призу реалити-шоу – 1 миллион рублей. А у команды «Файв Энерджи» наставника Марата Багудинова будет вычтено 10 тысяч рублей из итоговой выручки и команда не будет допущена к следующему домашнему заданию, что повлечет за собой потерю денег. Вот так выглядит таблица доходов после 10 недель реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Ну что ж, команды вышли на финишную прямую, и теперь каждый заработанный рубль будет иметь значение. Ведь по правилам реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» лишь та команда, которая заработает своим бизнесом больше всего денег и станет победителем проекта. И еще. Хотелось бы напомнить, дорогие друзья, о тех командах-заочниках, которые также борются за главный приз. Они также выполняют задания наставников и ведут свои собственные бизнес-проекты и, конечно же, зарабатывают деньги. Веду интригу. Для наших телезрителей мы обещали, что команда с дистанционного курса, которая не прошла отбор в основной курс, лучшая из этих команд, она на финише выйдет в борьбу с основными командами. Так вот могу сказать, что там есть достойные команды, которые могут побороться из-за лидерства в проекте. Хочешь тоже стать участником следующего потока фабрики предпринимательства? Оставь заявку на участие на сайте безфабрика.ру Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok